Рекомендую вам канал, в котором собраны истории знаменитых рок-музыкантов до того, как они стали известны. А также самые интересные моменты из истории рока, каверы и многое другое. Прямо сейчас перейдите по ссылке в описании, подпишитесь и возвращайтесь. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Казалось бы, вроде Плохой Санта был грязной комедией, но Плохой Санта 2 показал, что можно быть еще грязнее. Плохой Санта 2 это сиквел известной черной комедии, которая вышла аж в 2003 году. И была очень тепло принята людьми, которых достали глянцевые новогодние фильмы. Режиссером продолжения стал Марк Уотерс, американец, который ставил хорошую мелодрамку «Между небом и землей», неплохую комедию «Чумовая пятница» и проходных пингвинов мистера Поппера с Керри. Интересно, что обе части Санта имеют примерно одинаковый бюджет. Оригинал сняли за 23 миллиона долларов, а сиквел за 26. И даже почти весь основной актерский состав первой части вернулся к продолжению. История фильма закручивается вокруг все того же циничного пьянчуги и грабителя по имени Вилли. Со времен первой части он безуспешно пытался изменить свою жизнь и совсем потерял надежду, как вдруг к нему наведывается старый подельник Карлик Маркус с очередным преступным замыслом. Еще перед походом в кино я был на 99% уверен, что по большей части сиквел будет просто эксплуатировать все идеи первой части. Так оно и получилось в итоге, в том числе и в сюжетном плане. Персонаж Билли Боба Торрентона все тот же бухающий неудачник, обладающий талантом медвежатника. Он все так же не может приспособить себя в этом мире до такой степени, что периодически думает о самоубийстве. Уже что-то напоминает, не правда ли? Ну и как водится, под влиянием преступного гения своего короткого дружка Маркуса, Вилли берется за старое. Причудливый криминальный дуэт Эльфа и Санты вновь планирует провернуть грязное ограбление под прикрытием самого популярного праздника. Вот вам собственно и весь сюжет. А, ну еще как и раньше, он временами перебивается второстепенными сюжетными ветками, которые основаны на моральных терзаниях и самобичевании Вилли. В общем, ничего принципиально нового эта история предложить не сможет. Лично я любил первую часть, хоть она многим и не нравилась. Главным ее плюсом, как мне кажется, был эффект новизны. Как-никак, никто ранее не додумывался выставить главным героем не доброго Санту, а сущегося под себя преступника в его костюме, и показать обратную сторону светлого праздника, показать, что не для всех он проходит так весело. Но теперь эта идея уже не была оригинальной. Поэтому все, что смогли сделать создатели, это взять старый фильм и переснять его почти один в один. С тем лишь отличием, что всю чернуху и непотребство пришлось возвести в абсолют, иначе вторая часть вообще ничем не отличалась бы от первой. Плохой Санта 2 действительно получился еще более пьяным, еще более плохим и еще более мерзким. Знаете, в моем понимании, плохой юмор плох только в том случае, если он не смешной. Неважно, на чем он основан, на чернухе, расовых стереотипах или сексизме. Главное, чтобы смешно было. За этим мы и ходим на комедии, верно? Ну, во всяком случае, я хожу за этим. И, к счастью, в фильме действительно встречаются смешные шутки, клевые гэги и, по-хорошему, абсурдные ситуации. Благодаря которым у меня остались более-менее ровные впечатления от фильма. Но имейте в виду, по большей части в фильме все же доминирует старый добрый писько-какашечный юмор. И совсем уж мерзкие ситуации. Меня, например, дико раздражала мамаша Вилли. Эта героиня просто нечто. Настолько мерзотного персонажа я давненько не встречал. Она просто отвратительная. Ну, а сам Вилли, несмотря на прежний скотский образ жизни, уже не так сжет цинизмом. А все больше внутренне сокрушается по поводу тщетности и бытия. На удивление, его персонаж в фильме самый адекватный. Как мне показалось, здесь он даже еще более адекватный, чем в первой части. По поводу режиссуры и постановки мне особо сказать нечего. Здесь все на средне-нормальном уровне. Поэтому сразу перейду к актерской игре. Она в фильме такая же, как и все остальное. Вызывает реакцию в диапазоне. Нормально, неплохо, сойдет. Оскароносные актеры Билли Боб Торнтон и Кэти Бейтс играют примерно на одном уровне с малоизвестными Тони Коксом и Бреттом Келли. Келли, который играл Толстого, кстати, серьезно похудел со времен первой части. Но для возвращения к своей роли в сиквеле актеру пришлось набрать около 20 килограмм лишнего веса. Похвальное достижение, конечно. Но стоила ли это роль таких трудов и рисков для здоровья? В этом я сильно сомневаюсь. В общем, комедия в целом неплохая и полностью соответствует своему лозунгу. Она еще более чернушная, жесткая, мерзкая, грязная и аморальная, чем первая часть. Я не могу сказать, что мне она прям понравилась. Все-таки с его мамкой это был перегиб. Она была чересчур мерзкой, а шутки с ней связанные вызывали у меня не смех, а отвращение. Но в целом я немного поржал. Ну и как обычно, советовал бы смотреть только если вы спокойно относитесь к такого рода юмору. Если спокойно, то идите к компании, поржете. Конечно, первый Санта был круче, там было все более ненавязчиво. Но эта часть в плане юмора не намного слабее первой. Ну а по смыслу, безусловно, вторично. Ребят, надеюсь, вам понравился обзор. Если да, то не забудьте оценить. Пишите, что сами думаете о фильме в комментарии. Заходите, подписывайтесь в мои паблики, инстаграм. И помните, всегда есть фильмы, которые стоит посмотреть. Пока.